Всем привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня по просьбе подписчиков хочу рассказать о том, как я оснащаю свои жерлицы. Хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не истина в последней инстанции, а чисто мое личное мнение, основанное на многолетнем опыте зимней рыбалки. Такой комплект несколько усовершенствую. С нижней стороны клею фольгированный изолон толщиной 3 или 5 миллиметров. Такое утепление очень помогает, если лунки остаются на ночь, они практически не замерзают. Вот на всех жерлицах у меня так сделано. Сделать это не сложно, много времени не занимает. Сначала вырезаю вот такой трафарет из картона и по нему из изолона быстро нарезаю вот эти круги и соответственно приклеиваю любым водостойким клеем к нижней части основания. И второе усовершенствование это к стандартному флажку я пришиваю светоотражающую ленту вот такую не широкую, которая в сумерках очень информативно, да и ночью в полной темноте даже небольшого луча фонарика на большом расстоянии достаточно, чтобы они отражали свет и было понятно состоялась поклевка или нет. Такой светоотражающей лентой у меня оборудованы все флажки, вот такой вид они имеют. Наверное сейчас в меня полетят камни от коллег-рыбаков, но я давно отказался от металла в пользу толстого флюрокарбона при ловле в наших водоемах. Ставлю толстый флюрокарбон, вот здесь у меня стоит 0,55 по-моему, где-то на некоторых 0,6, здесь тоже 0,6 стоит, но я не помню случаев среза флюрокарбона 0,6 миллиметров ни на жерлицах, ни на спиннинге. Да, стопроцентной гарантии от среза щукой флюрокарбоновый поводок не дает, такую гарантию дает только хороший металл, но щука в наших водоемах настолько находится под рыболовным прессом, что она хитрая и осторожна и уже неоднократно проверено, что применение флюрокарбона на порядок увеличивает количество поклевок. Ну вот в общем-то все друзья, надеюсь, что кому-то это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Комментариям я всегда прислушиваюсь, может найду в них и для себя что-нибудь полезное, буду очень благодарен. Всего хорошего, всем не хвоста, не чешуи, увидимся на водоемах и, конечно, на канале.